О, чё, где-то у братьев? А мне-то один только. Опять распадает, что ли. Иди, брат, читать будешь. А? Некому читать. Иди у нас, брат, у вас. Пейте сюда, набивайтесь. Пейте сюда все. Набивайтесь, как селёдка в бочку. Два потока каких-то. Что вам, по пять лет, что ли, уже? Или ещё? И мамаши туда же тоже. Уже, говорится, помирать пора. Всё ещё в детскую. Хватит их за детей считать уже. Малуйтесь с жизнью и детей своих же. Хоть ту комнату закрывай на замок. Кроме шуток надо рассмотреть вопрос, чтобы они туда забаркодировали. Все в тамбуре встанут и будут молиться на эту дверь. Все зашли. Начинаем? Начинаем. Спаси, благослови души наши. Отец наш небесный, мы будем тебя именем, Господа нашего Иисуса Христа Спасителя. Прибудь с нами, благослови наше собрание, чтобы мы следовали строго по окроваленным твоим стопам, не уклоняясь ни в ревни и вправо. Тебе слава, посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки, веков. Аминь. Брат, видите, чтец. Чтец-то наш. Нет, еще же есть кто-то. Эфесянам 2 глава 14 по 22 стих. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду толкование. Ибо прежде во человечине слово была великая вражда между обрезанием и необрезанием. А теперь мы примирились, став единоверой. Ибо теперь мы называемся уже не обрезанием и необрезанием, но одно имеем знамение – веру. Представьте себе, два человека, один раб, другой – усыновленный. Тот и другой нанесли оскорбление одному и тому же лицу. Один, сделав поступок, достойный лишения сыновства, другой – убежав. Потом оба они сделали наследниками и приближенными. Сделаны. И вот они удостоились одинаковой чести, едва стали едино. Точно так же язычники и израильтяне оказались преступниками. Те, как рабы, а израильтяне, как сыны. Итак, что же? Неужели важное дело иметь общение с израильтянами? Ты возвел нас на небеса, и вот теперь указываешь на это, как на нечто важное? Да, говорит, то должно воспринимать верой, а это самыми делами. Впрочем, не то, говорит, что привел нас к достоинству израильтян, а то, что и нас, и их возвел в лучшее состояние. Однако благодеяние к нам выше, потому что тем обещал, а нам не обещал. И мы были вдали, как указывает выше приведенный пример. Объясняет, в чем состояла преграда, и говорит, во враждет к Богу и язычников, и иудеев, во враждет, которое происходило от наших преступлений. Как и пророк говорит, беззакония ваши произвели разделение между нами и Богом. Исайя 59, 2. Итак, эту преграду, вражду, он разрушил в своей плоти. Каким образом? Положив во плоти конец вражде. Ибо, так как он соединил плоть с божеством, ясно, что совершил примирение. Ибо два естества соединились и сочетались между собой. А с другой стороны, он разрушил вражду и тем, что явился безгрешным и исполнил весь закон. Ибо закон был оградой, то есть дан для безопасности, чтобы ограждать. А при нарушении он создает преграду, грех, через который мы не в безопасности остаемся, а удаляемся от Бога. 15 стих. И упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самого одного нового человека, устроя мир толкованием. Дабы кто не сказал, что же, если мы, освободившись от прежнего нарушения закона, опять вынуждены соблюдать его. Он говорит, что и его упразднил. Ибо дав нам закон для утверждения нас, вместо того, чтобы наказать нас, когда мы его не соблюли, он совсем отменил закон. Подобно тому, как если бы кто, поручив ребенка воспитателю, когда он не повиновался, взял его от воспитателя. Законом же заповедей называют его, потому что он был устроителем жизненного порядка. А веру называют учением, потому что она устанавливается через учения или догматы. Поэтому апостол Кабб и так сказал, вместо жизни он ввел в веру. Ибо получили мы оправдание не вследствие заповедей, определявших делать то или другое, но если уверуешь сердцем и исповедуешь устами, спасешься. Римлянам 10 глава 9 стих. Или же называют учением в запретительной заповеди Господней. Именно. А я говорю вам, не клянись вовсе. Матфея 5 глава 34 стих. Или не гневаться. Исаия 54 глава 9 стих. И тому подобное. Не сделал эллина иудеям, но обоих возвел в лучшее состояние. И не сказал переменить, но создать, дабы сильнее выразить свою мысль. И то, что затем от естественных дел нам отступать не должно. В себе же сказано ли вместо через себя самого. Потому что не другой кто-нибудь сделал это, но сам, как бы расплавив иудея и язычника, создал одного нового и дивного человека. Или это значит, что он сам первый представил образец и пример. Сам явился наперед тем, чем соделал тех эллинов и иудеев. И что стал посреди, между обоими, держа с одной стороны эллина, с другой иудея. Смешав их и удалив все враждебное, сверхъестественное, воссоздал посредством огня и воды. Итак, в человеческой природе, которую он принял, в природе общей и язычнику и иудею, приняты ради обоих. В ней-то освобожден от всякого тления и ветхлости. Он создал двух в единого нового человека, свободного от греховной дряхлости и неправды. И тот, и другой характеризуются уже не своими собственными качествами, но обоих характеризуют свойства единого человека, созданного по образу Христа. Но еще лучше поймешь ты эти слова, если мысленно представишь Господа краеугольным камнем, а сих двоих построенными на нем стенами. И в отношении друг к другу, иудея ведь тогда сближается с ищечником, когда становится верным, но особенно к Богу, что и важнее, как показывает ниже. Шестнадцатый стих. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством Христа, убив вражду на нем. Толкование. Не сказал «умирить», но «примирить». То есть снова «примирить», показывая, что и в древности посредством закона человеческое естество было примиряемо с Богом. Но затем, так как через преступление закона враждающего боли усилилось, то оно опять возымело нужду в примирении с Богом, которое как окончательное, справедливо и называется примирение. «В едином теле», то есть в своем. Ибо должное нам наказание сам подъял через крест, что и выше сказал «плотью», и опять двоих создаст в себе. А по мнению некоторых, в едином теле значит то, что обоих, ставших как бы единым телом, которого он есть глава, примирил с Богом, не сказал «разрушив», но сильнее «убив», чтобы она уже не восставала. Каким же образом после этого опять возникает вражда? Она никогда не восстает, но рождает другую, потому что опять грешишь. «В нем же, или в кресте, или в теле своем, ибо вражду он убил и на кресте, и в своем теле, в котором и подъял крест». 17 стих. И придя, благоествовал мир вам дальним и близким. Толкование. Не другого послал, но сам пришел, явившись в положение слуги и раба, и благоествовал мир к Богу без сомнения дальним язычникам и ближним иудеям, так как эти более близки казались Богу. И Христос ведь говорил «мир оставляй вам» Евангелие от Иоанна 14.27 «Мужайтесь, я победил мир» Евангелие от Иоанна 16.33 И еще «Отец мой возлюбил вас» Евангелие от Иоанна 14.23 «И все, чего будете просить, будет вам» Марка 11.24 «А это все признаки мира» 18 стих. «Потому что через него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе. Толкование. Своей смертью уничтожил гнев и потом сделал нас любезными Отцу через Духа, облагодействовав нас одинаковой благодатью. Потому что не даровал им более, как близким, а нам меньше, как дальним. Но в едином Духе обоих отдаровал единую благодать и таким образом привел к Отцу или в употреблении вместо «через...» И тогда смысл был бы такой, через него и Духа приведены мы к Отцу». 19 стих. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Толкование. «Так как Сын пребывает вовек, то те, которые не улучат высшего града, суть странники-пришельцы, но мы не таковы теперь, а сограждане святым, не просто иудеев, а святых их, патриархов и пророков, и приписаны к тому же самому граду, граду находившимся на небе, вечному, который те усиленно искали, чего едва достигли посредством великих трудов, то мы получили через благодать, став своими, в скобках, домашними Богом. Вот упование нашего призвания, ибо в той именно надежде мы призваны, чтобы получить сие». 20 стих. «Бывы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа в краеугольном камне» – толкование. «Желая показать тесное единение язычника с пророками и апостолами, говорит, «Быв утверждены, как бы говоря, основанием служат пророки и апостолы, а вы дополнили остальную постройку, так что все составили один Божий храм. Это и значит быть надстроенными поверх патриархов и пророков, что в другом месте он называет «Приявитием»» – римлянам 11.19. «Апостолов поставил в начало, хотя они по времени были последние. Все держит на себе Христос, ибо в краеугольный камень поддерживает и стены, и основания. И заметь, иногда он называет его свыше содержащим все, в каковом случае нарицает его угловой, иногда же снизу, насящим на себе все здание, подобно краеугольному камню, а иногда называет и самим основанием». 21.22 стих. «На котором все здания, слагаясь, стройно возрастает в святый храм, в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Толкование. «На краеугольном, говорит, камне, то есть Христе, все здания, именно все верующие, соединенные органически и безраздельно, растут и восполняются, чтобы стать храмами Божьими. «И поставлю жилище мое среди вас, говорит, и буду ходить среди вас». Левит 26 глава, 11-12 стих. «Ибо и вообще церковь, то есть собрание всех верующих, есть храм Божий, и в частности каждый человек». В Господе же сказано вместо «благодатью Господа», а не «нашими трудами». А словом «слагаясь» показывает, что не иначе можем сложиться в храм Божий, как ведя такую жизнь, которая соответствует к краеугольному камню. И все верующие созидаются в нем. И вы также, эфесяне, чтобы быть жилищем Божьим в Духе, то есть через содействие Духа, или же Духом, сказал, в противоположность сочувственному строению, как бы говоря, жилища Божие духовное. Такое созидание и совершается до второго пришествия через верующих. Аминь. Аминь. Слава Богу. Ну, а болящих? Ты всегда, да? А болящих? Да. У болящих у нас Андрей с ухом, наверное, они поехали. Если кто не знает, кто в группе не состоит, то есть у него там отит, вышел гной, ездили к врачу, мы его расписали на 7 дней лечения, но вообще то, что там врач у него увидел, ему госпитализацию предложили, но он отказался. Ну, облегчилось это? Потому что это очень серьезно, потому что вышел гной, облегчилось это. Нет, у него все болит, и он один раз вчера вечером выпил лекарства и говорит, они не помогают, я говорю, тебе 7 дней надо лечиться, хотя в дня 3-то пора пей. Да не в 3 дня, а в 5 дней. Нет, чтобы почувствовать облегчение. А он говорит, один раз выпил, не помогло, я говорю, нет, нет, ты пей дальше. Вот, там 3 препарата, я ему это и сказала утром, он говорит, не помогай, я говорю, как ты решил, что за один раз тебе поможет? Молодой не осознает, что это очень серьезно. Потому что это может быть, как как... Молодые вот дети, дроботные, вот это еще молодые, это уже взрослые мужчины. Ну, он полный силы, энергии, поэтому кажется, что он все-то сам преодолеет. Конечно. Не, ну, лечится там, да, я контролирую, будет лечиться все. Помолитесь, чтобы не облог брат, и все. Ну, это как минимум облог. Сам... Абсолют головного мозга, менинга, энцефалит. Андрей, говорит. А это головная ухо болеет, это же холова. Потом говорила с Николаем, я спрашивала, как Надежда, да, как Надежда Ивановна, он сказал, что, ну, говорит, получше, или мне так уже кажется, что я уже так... Он хочет это. Успокоился, да, он уже принял эту ситуацию, то есть у него уже стадия вот такая, что он все принял, он с этим смирился, живет, ну, с надеждой на то, что у него все будет, идет улучшение, да. То есть, вот, как бы, надо тоже вот поддержать его молитвой в этом солярии. Ну, не только молитвой, там и финансово, он может быть помогать, потому что там большие расходы на медикаменты. На уходовые, да. И уходовые медикаменты. Сейчас я ему уже вчера заказала заново все эти, все эти штуки. Вот, там подлечились, Масиму отвозила, он сказал прям, хорошо все залечили, что там беспокоило, так что. Ну, пока, я так поняла, прям в видимых улучшений нету, но идет небольшая положительная динамика, так скажем. Улучшений нету. Улучшений, да. Вот. Ну, остальные у нас... Там еще нужно время, чтобы ему заниматься, там кроме ухода, еще нужно заниматься, чтобы восстановить развивательные когнитивные способности головного мозга. Понятия, да. Вот, ну, Виктор Андреевич, до чего, я поняла, контролируете там лечение, он говорит, мне вот они как говорят, Настя невролог у него, вот, кто не знает, у Виктора Андреевича дочь. Поэтому там помогают с препаратами, советом, назначениями. Вот, что у нас, ну, неонила, как у нее учится, глушковой. Ну, на Настяевну, да, также там не с уставом, там у нее что-то с ногой было, ну, у нее же сахар, вот, и, ну, тоже пошло на улучшение Наташи, там, говорит, перевязки делали ей на дому, вот, она просила тогда молиться, чтобы болячки обостряются, то одна, то другая, вот, поэтому тоже ситуация. Ну, остальные все, все так же, все наши вот болячки, мы за них каждый день молимся, ну, Антонина, все. Спасибо, Христос. Она, Антонина, рвется, она была хоть час сюда, но ее дочь не отпускает. Она так бодра, весела, настрой хороший, вот, Лена с Нейтехничем ездили, тоже видели ее, она. А дочь-то не отпускает, что перебежает? Что она опять что-нибудь упадет где-нибудь, и дочери с ней сидеть, вот эту всю реабилитацию, это же все на нее легло, на дочери. Тяжелее тем, кто ухаживает, чем тем, кто сам страдает. Так же там борьба у нее. Обещали ее привезти, хоть на собрание. Ну, она должна сначала захотеть, я ей предложила. Я сказала, она отказа, да. А Витя с Ларисой, она сказала, сейчас уже холодно, мне дать. Ну, по Ларисой, был в командировке, поздно. А что не получится? Брата Игоря нету, что-то болеет? Болеет. Болеет? Ну, Константин, сдали они второй котел, вот апробация прошла, правда там тепло наступило, ну, сдали им, подписали, но сейчас вот делают доделки еще примерно на неделю работы. Там, там, там тепло устанавливают, приехал автоматчик, ну, то есть там еще много всяких нюансов, чтобы уже окончательно уехать оттуда с этих объектов. Работают, в общем, на фабрикане, у меня, господи. У меня, господи. Ну, вот, обращаюсь к вам о молитве об отце нашего брата Севастьяна, зовут его Виктор, его прооперировали в железнодорожной больнице, там, серьезная, билет была, но она такая операция минимально инвазивная, то есть там, не полостная операция, ну, в щедящее. В основном так, чтобы об обращении, ну, понятно. Прежде всего, помните. Помоги Бог. Виктор. Да, Виктор. Помоги Викторе. Еще вспомню. Да. Говори Викторе. Я вспомнила еще, знаете, вот в 90-е годы, я так поняла, в общем ходила, она была членом общины или нет, кто помнит, вот Татьяна Кузьминична помнит ее, Надежда Боброва. Да. Помните, да. Ходненькая, знакомит она, с 1000-х годов уже. Ну, она еще, уже приходила, но уже не так постоянно, она, вот она позвонила, я так поняла, она у старобрядцев сейчас. Она позвонила там по-медицински попросить, ну и молитву тоже. А Коля, она к нам ходила, многие знают, у кого сердце расположено, помолитесь за ее дочь Елену и внучку Татьяну, но Татьяна еще даже не крещеная, то есть они выписались из другого дома, она родила, и с пневмонией их по скорой увезли в больницу. И вот она позвонила, она прям плачет в трубку, что младенец, даже еще не покрестили, то есть Елена и младенец, вот так молиться за нее. Там все серьезно, и сама Елена заболела, уже находясь в больнице, в общем, они обе, обе там болеют, и ситуация тяжелая, знаете, когда женщина из роддома, еще свои, послеродовые, и тут ребенок больной, и вот это все до кучи, ну, это называют, там и послеродовая депрессия, и ну, все вместе, в общем, тяжело ей там, и вот она узнавала там, по другим вопросам заняла, но вот помолитесь, кто помнит, кто расположен, Елена и младенец. Благодарю за молитвы, я думаю, что сестры, наверное, молятся, родители, не знаю еще, ну, кто молится, благодарствую сильно, за помощь огромная, с детьми, вот, перед занятиями, вообще, мандраж, готовлюсь там, сказать, и все, слово Божие, оно такое ответственное, оно такое серьезное, оно совсем не детское, не для детей, и думаю, как это преподносить детям, понять о нем, ну, потом, открываются, начинаются приходить, страждущие, и что-то Господь открывает в душе, вот, какие-то нотки, вот, не знаю, ну, Игнатиг, значит, понимаете, невозможно, кажется, это передать, но, видно желание, понимаете, через экран, хоть и далеко, Господь, как делает, странно, вот мы когда рядом сидим, как бы, аура тут близкая, это какие-то, флюиды там, а тут через тысячи, тысячи километров, и дети, главное там, родители помогают, как могут, сидят там рядом, подбадривают, один новенький там зашел, все было, плачет, и я говорю, ты что плачешь-то, от счастья, что встретился, что вышел, и все время, на такой ноте плаксивой, я думал, что он, ну, как бы не хочет, а он нет, руки там тянет, отвечать, что-то, все руки тянут, никто ничего не знает, ну, хотят очень сильно ответить, понимаете, то есть, и главное, это, по Святой Библии, договорились, что будем говорить, Святая Библия, с ними, я говорю, они все слова Библия, только, ну, там у них еще занятия есть, я говорю, давайте Святая Библия будем говорить, все-таки, перейдем на более духовный рост общения, так, хотел еще по-сегодняшнему сказать, Володя, это, дядя Володя, я хочу сказать, ну, это, Володя Александрович, никого-то не говорили, он это нам сегодня читал много, с 14-го, вторая, Ефесянам вторая глава, с 14-го по 22-й стих, ну, середина, это середина, и вот, глядите тут, ну, все, наверное, слушали, о чем речь идет, я просто чисто напомню, чтобы быстро, ибо он есть мир наш, садиловший из обоих одной разрушившей, стоящей посреди преграды, обоих, язычники, и евреи, евреев меньшинство, но они знают, Буга истинного, язычников, вокруг очень много, они не знают, на сегодняшнее время перевожу, сейчас, все уперлось только в язычников, две половинки двери, помните, на небе, была открыта, была открыта для евреев, там, пророки, там, и так далее, праведники, а теперь, теперь открылась и вторая половинка для язычников, язычники идут миллионами, вспомним революцию последнюю нашу, убивали за то, что ты верующий, просто сказал верующий, тебя шашкой зарубили, и даже не моргнули, кто рубил, дети рубили своих, дети рубили своих, своих родственников, да, почему, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, ну, сейчас видите, вот у нас нету детей, почему нету детей, дети подросли, они стали умными, они стали взрослыми, им скучно среди старичья, поэтому в свое время, один тут у нас был, Саша такой, в 99 году, он сказал, слушай, ну, со стариками невозможно, сам видишь, что там, давай разделимся, сделаем общину, молодежную, будет весело нам, дружно будем, я говорю, а кто будет той общиной, староста, ну, кто предлагает, тот и будет, я же начал это, затеял, то есть вот так, и я хочу перевести теперь на это, нету стариков и детей у Христа, у Христа нету даже элинов, и евреев нету, обрезание ушло, обрезание, это было все, если ты не обрезанный, на восьмой день, убить тебя, здорово, вот только ребенок родился, не обрезали, все, убить, и быстрее резать там, суббота, не суббота, нужно резать, и резал, резал, шойхит называется, сидит, режет, да, фамилия такая, резун, тоже оттуда уже, слово резун, это перевод на русский язык уже, поэтому, теперь, как, как это, там, написано, что, раб и свободен, мы не поймем этого с вами, ну, кто сейчас объяснит, раб, что такое, ты не объяснишь, Игнать Тихонович может объяснить, но, тоже, он может понять, он сам рабом был, как бы, ну, приблизительно, в тюрьме, как рабство, ну, никто не прошел у нас эту тюрьму, да, и с другой позиции, это все рассматривается, кто такой раб был, делающий грех, из раба, представляете, вы потом свою проповедь скажете, без меня, не надо вставлять мне подпорки какие-то, вот, вот, глядите, раб и свободный, почему именно об этом говорится здесь, потому что тот, который раб, он не напрямую от Господа, то есть не было благословения Господнего, а было благословение от Господа, почему, потому что Аврааму веровал, и Господь ему вот так решил дать благословение, что от его семени пойдет дальше народ верующий, а откуда это, да это от Адама, от Адама должен был пойти верующий народ, Кайна родили, а он убил своего брата Авеля, вот тебе здравствуйте, вот это народ верующий, не пошел, потом дальше Сиф, Сиф должен, Сиф начал первый призывать имя Господа, начал жертву приносить, от Сифа пошел хороший народ, пошел народ, исполины там, совратились на дочерях Каина, совратились, тоже не прошло, следующий, Ной, от Ноя 3, Хам появился, опять не прошло, дальше, Евер не пошел строить Вавилонскую башню, и вот здесь, как раз вот это племя от Евера, там Авраам появился, Авраам, и они запомнили все сказания, которые до этого были, называемых предания священные, они были правильные, другие там порасселялись, даже до Америки дошли, как-то туда люди, и у них остались эти проблески какие-то библейской истории, проблески остались, и когда сейчас там мифы Майи, там Ацтеки собирают, там тоже и троицы у них, трое только, и спаситель, и кровь они там льют, сколько хочешь, а что такое кровь? А это спасение, они говорят, это спасение, и там до такой степени у Майи вообще доходило, что принцы, благородные там, и дочери там, знатных, они сами под нож ложились, сами добровольно, для чего? Чтобы спасти народ, не было там урожай, там или что, все такое. И мы видим теперь, что о чем здесь, о чем здесь говорится, глубина в чем? Теперь евреи не могут претендовать на духовное наследство, теперь претендуют те, кто верует во Христа, Христос пришел и вот это упразднил, то есть преграду эту убрал. Краеугольный камень оказался, не надо две стены держать, не надо две стены, это краеугольный камень, это сама стена, вот это средостение, которое было, оно было убрано самим Христом. Все затихло. А теперь поглядите, мы не можем ничего сказать, кто такие рабы, о свободных можем сказать. Господь так сделал сейчас, в новое время, что рабы убираются, рабов как таковых нет. Ну в каких-то там может странах есть, там даже на Кавказе у нас там, похищали людей, чтобы они работали, на самом деле, все освобождены Господом. А где это мы видим? Ну видим, встречается, когда апостол Павел говорит, если можешь раб освободиться, то освободись, но без насилия. То есть понятно, ну стремиться нужно было к свободе, помните, свобода, равенство, братство, крепостное право, там все это рушится, еще где-то остается, в монастыре крепостные, Господь это рушит в 1917 году, полностью человек становится, как бы свободным. Все. А для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы пришел Христос, наконец-то. А как он придет? Он придет, когда придет человека-зверь. И когда будут говорить, мир и безопасность. А что такое мир и безопасность? Это все равны, все пользуются одними законами. Закон этот римский, он будет до конца, это и тот самый удерживающий. Еще плюс Дух Святой, который все это держит, этот закон, чтобы люди не убивали друг друга, чтобы развитие было, там торговля, было меньше воин, и мы видим сейчас, какое развитие идет. Но, но к чему это все, вся эта свобода идет? Вся эта свобода привела к тому, что человек начал заботиться о своем теле. Вот в чем дело. Когда ты раб, тело твое не свободно, тебя угнетают, тебя со всех сторон там, хозяева эти там, работой, все, и тебе охота молиться. Как было у евреев в Египте. Они вопзрапияли, и Господь услышал, и привел в Спасителя, и дальше знаете, Моисея, что было. Сейчас народ, кому будет вопиять? Зачем вопиять, когда у тебя есть там, какая-никакая заработная плата, там, и так далее. То есть ты можешь получать там, дивиденды свои какие-то, от этого государства. Но государство становится настоящим хозяином над твоей душой. Вот в чем дело. И поэтому, чем больше будет у человека свободы, чем больше у нас будет автомобилей, добра всякого, хороших квартир, нежной жизни, тем быстрее придет Господь наш. Почему? А не охота на проповедь идти. Зачем, когда у нас все есть? Вот смысл в чем. А нужно работать для Христа. Вот так. И, конечно, евреи в конце там будут, придут ко Христу, но когда? Когда они увидят, что будут обмануты, страшно, в своих духовных, псевдодуховных исканиях, они не найдут Христа, а встретят сатану. Вот так вот. На престоле. Спасибо. Слава Христу. Игнатьевич, Вам слово. Я говорю статистику одну. Вот придумали в Москве 100 человек опросить. В какое время суток не указано, в каком месте не указано, но идут люди, спрашивают верующие, и что они отвечают? 100 человек. Я считал, считал, вот здесь показать. Вот. Христиане. 33. Число христиан 8 православных только. А выходит 25. Это разные протестанты, другие христиане. Конфессии. Дальше. Ислам. 14. Больше, чем православных, почти в два раза. Агностики. 13. Мол, я ребята иду, там девчата подходят, взрослые идут, такие, пожилые, так. Аты истов. Аты истов. Совсем не верующие, 10. Ну, вот тут, я посчитал где-то, ну, и там, остальные, там, католики, которые, кто веришь, а я папу и маму люблю, у нее больше ничего нет. Вот и все. А теперь данные, смотрите, на 2020 год, Московской патриархии, на 112 у меня храмов, говорится. И вот какие данные здесь? 2019 год. 309 епархий, а 382 архиерия. Запасных еще 25. Дальше. Монастырей мужских. А священников 35 677. 35 тысяч. И когда исследовали, вот мы, из тьмы к свету, вот там определенно показывает, 3000 человек, она их опрашивала, в 1000 университете. На 300 человек, которые называются православными, только один что-то знает. Посты соблюдают. Один, это 0,3 процента. Самая несправедливая, говорит, татистика в интернете, это когда православные дают отчет, сколько у них. Диаконов 4837. Приходов 38 649. Мужских монастырей 474. Монахов там 5 883. Женских 498 монастырей. И монахи там 9687. Семь, кажется. Вот представь, да это много же, тысячи где-то. И что? А ничего нету. Совсем нету. Вот и приходят люди, которые, я, допустим, поговорил с кем-то, да, с дектантом, она сказала, ты иди там-то, сходи в храм. Он ходил, ходил. Я ничего не понимаю и никому не нужен. Вот нам самих-то себя если критически посмотреть, мы-то что, тут собрание, вот скамейка там. Вот одна вышла, она больная, вторая за ней идет, третья. Один за другим такая болитая, скамейка пустая, которая совсем никогда не заходит, при том люди хорошие. И в собрание вот это, то есть как община, они не чувствуют привязанности к ней. Общения никакого нет. Вот смотрите, ночью какая буря была, у нас сколько шиферу побило. Молодежь, останьтесь и посмотрите. Там где-то на сарае из дома сорвало. Вы окинули взглядом молодежь, а кто? Ее что-то? Я молодежь, наверное, я молодежь. Меня туда запихните, я там го-го-го. Значит, надо покрыть. Где шиферу там взять? Или с чем-то заменить? Всю крышу менять не будешь. Посмотрим. Вот данные, которые мы сегодня обстоят. У нас все время сколько прибавляется показывать данные отсчет. Здесь шифер, здесь уже девять лет поспевать меня будете снизу. Вот говорят, а как вы узнали, что это будет? У меня ролик поставили. И когда я еще был в власти, это раньше еще, я сказал, должен быть Владимир. А почему вы знали? Три. Образовал Русь князь Владимир. Князь Владимир. Это он крещился. Крестил. Владимир Ульянов приходит, раскрещивает. Третий Владимир должен все это подготовить к приходу Антихриста. Мы не хотим там, ну ты маленько посмотри. Михаил, первый епископ. Ну дальше это в России как было, первый Михаил. Теперь царь Николай отрекается. Брата Михаила, он одну ночника считался императором. Приходит Михаил Сергеевич. Весь конгомерат сдвинулся, места нигде, ничего нет. И вот поверить, три Владимира по государственному устройству, три Михаила. Я не называл. А в то время там выступал Жириновский, кто? Не знаю. Ну, три. А может, не этом за ним кто-то идет? Не знаю. И вот, когда люди спрашивают, как можно узнать? Ну, задорно было, помните, выступал такой, засмешил людей. И последний, он додумался, что начал издеваться над Бетхим Заветом. Я сразу сказал, это последнее выступление. Господь сметет его. Его нету недели, бе, и вдруг объявляют, болеет. срочно помогать. Помогает. Вот он в лесу, один ходит, рак. Его как не было, его спихнул Господь. И поэтому люди, которые поднимают руку на Бога, они обречены. И знать тут ничего и не надо. А о чем молиться? На молитве тебе должен Господь показать. Я вот дал эту статистику, а для чего? А что посмотрели, какие ему никуда не водные? А почему? Работы нету. Сколько раз говорил, заходите в интернет, а то здесь, которые с нами работают, ну я в Владимире не считаю, там вот Галина иногда, вот сейчас Надежда все-таки убедил. Второе там, Сергей выпал, совсем нету. Там не участвует, никого нету. Это тоже счастливое. Только счастливое. Ну вот активный человек. А сколько материалов? Вот сказали, что в Крестовом Православии переиздание закончилось. Погрузили на поезд, и поезд идет уже сюда. Ну а поезд, он где-то остановки делает, значит, не меньше недели пройдет. Но уже показали по интернету эту книгу, потому что 500 экземпляров скинули в Москве, или они отдельно взяли 500 в Казани. Ну, конечно, там есть, что посмотреть. Маленько размером она будет побольше, чуть-чуть, настолько вот примерно, ну и толще. тут 440 страниц, а там 880. Много нового материала. И дальше сразу же предложили нам издать отдельно проповеди. Отдельно. И вот сейчас речь идет, сколько проповедей было, там 3100. Теперь, когда уже не стали их записывать, ну, последнее там, в 2010 году, последняя книга лежит, и за это время сколько было? Примерно 650 проповедей. Я в 2 недели говорю, 2, батюшки нету я, в субботу, в воскресенье. А почему при батюшке нету? Потому что бы начинал работать. Я ему сказал, я больше не говорю, считайте златоустом, а то вроде я схватил власть, и никто меня не запрещал, ничего. Значит, 605, 50. И вот нужно их перевести с видео на Word, перепечатать. Кто может помочь? Я скину. Нужно иметь, значит, аппаратуру. Но помолились об этом. Бог дал уже 12 помощников. Я... 12, наших ни одного нету. Я скидываю им, они работают, обратно высылают. Теперь корректоры нужны. Корректоры. Печатать надо. Вот ее муж, Анатолий Кузьмич, он магнитопон, кассеты сделал, чтобы ногой можно было. И я печатал, вот этот вот почти все, опечатал сам. Все проповеди. Сколько тут ушло время, это? 30 тысяч часов только времени потрачено на это. А сегодня некоторые пишут из других стран. Мы прямо на эти проповеди заходим почти ежедневно. Проповеди. Книга будет называться проповеди, которая стихотворение, она называется проповеди в стихах. Четыре тома. Здесь будет пять томов. Проповеди во свете Святой Библии. Про себя повтори, запиши. Проповеди во свете Святой Библии. Вчера закончили только, как будут выглядеть корочки. Первое, красного света. Второе, как всегда, синее, думая о небе. Третье, человек должен приносить плоды зеленые. Четвертое, желтое, плоды осенние. И пятое, суд Божий. И нашли, где второе пришествие Христа. Так, он иди, сиди вроде бы в кресле. Несколько перебирали, перебирали, остановились на этом. Какой цвет последний. У нас есть очень талантливый. Цвет какой пятый том? А? Последний том какого цвета? Белого, пятый. Пятый. Сколько будет? Примерно, значит, тот трехтомник Нового Завета 752 страницы. Себе запиши 752 в каждом томе. Проподим в стихах 882. Эти пять томов будут примерно по 1300 страниц будут. Работа громаднейшая. И поэтому я сказал тут везде, что издатель я, издатель я. Я сказал, теперь берите на себя все. Да, я буду помогать. Но берите финансовые расходы. Все делайте теперь сами. Я у меня другое есть. Я совсем не дохожу. Но никуда не денешься. И 123 занятия были по Теряевке тематические. Гости приехали и называются что такое гости. Занятия. Инструмент привезли из города. Инструменты. То есть по названию что было по Теряевке 123. Большие очень. Но они оборванные. У Игоря был такой маленький. Сколько записывают, а дальше оторванные, больше нигде нет. Я работаю сейчас с этими тематическими занятиями. Вот вчера последнее распределили 5 человек, которые стали заниматься корректором. Во главе их ну там к нему обращаться будут. Это Бог дал мне ее. Ирина Кондратюк из Белоруссии. Ну такого корректора не было еще. До самой тонкости. Где-то приводится строчка такой-то сказал. Это проповедь. Она сразу разыскивает где и говорит, там написано так, одно слово не так, в другом месте. Какой брать вариант? То есть запятые все это. Ну училась она конечно отлично, но что она так будет? Я говорю, да ладно уж, нет никак, не ладно, раз мне доверили, я до конца должна выправить. Вот какие люди если. Мы на них натолкнулись. Ирина звать ее поставьте, чтобы молиться. Утром у нас молительное правило, которое я считаю. И сразу после утреннего правила считается новый завет. Две сестры, одна из Казахстана, Хапилина Валентина Сергея, она принимала крещение у нас. Ну и Виктора Николаевича сестра Ольга Николаевна. Две. Примерно пять лет. Не одного пропуска. Ну как вот космонавт если один летит, а второй его контролирует. Готовится. Все время двое. Разные временные формы. То есть у нас есть что и куда позвать людей. Это ни день, ни два. Работа идет годами. И вот я сегодня вам хотел сказать немного, потому что готовить сейчас будем проповедь, не проповедь, а ответить на вопрос, как себя подготовить к тому, что все будет отнято и будем арестованы. Тебе никак просто никакие книжки не дадут ответ. Я там был многократно можно сказать, сколько меня брали, в СИЗО держали, выпускали и наконец осудили. Где был, я просил одного духа молитвы. Я и сам не знал до конца что это будет. Не просто так, а вершиной всего что есть. Вот первое в храм захожу, в храм говорю, хата называется. Камера называется хатой. Если вот хатой, ты не ищи там одних другой нации. Нет. Я спрашиваю, а сколько там человек? Ну там на 25, но там 75. Три раза больше. Три раза нету кровать, эта шконка называется, и все курят. Какая там температура? Вот представь себе, меня ведут в другом городе, а и так он когда идет, и так что меня в Москву надо отправить, и теперь до Москвы я буду сеять. Меня до Новосибирска доводят, и там перегружают в Новосибирскую тюрьму. Теперь ждут, когда с Новосибирска она дойдет до Урала, там опять перегружают, и ты опять в новом месте сидишь, мне пришлось пять тюрем отмолотить. И он заходить туда, заходишь, ничего не видать. А как спят попеременно, на одну кровать там шконку не лягут, там это такое. Как говорить? О чем? Кто бы не зашел? Так, кто? Какая статья? С тобой разговаривать не будут, как ты привык здесь разговаривать. Да я, там никто не будет слушать, пока не будет с воли, не скажет, кто ты. То есть, если ты был изнасилован, петуха-то, ну и проще такое. Упараши, ложись там, теперь там будь. И как нужно, первый шаг, это только шагнул, сразу же, как будто ты пришел к друзьям близким. Перекрестись, тебя кто-то видит. В этом тумане вдруг зашевелится сразу. И громко скажи, мир дома сему. И вот зашевелилось облако это, дыма. И выходит там такой амбал два на раз лишние метра. Вот откуда ты, дед? Из Барнаула. А статья какая? 190 прим. Он знает, что, мента грохнул? Это 190. 190 прим это политическая статья. Распространение заведомо ложных измышлений, поручих общественных государственных строек. То есть, заведомо я знаю, что этого нет. Вот когда можно судить-то было. Я говорю, я в это верю. Верю, что верующих арестовывали, раскулачивали. Нет, заведомо. Я знаю, что этого не было, я говорю. Статья-то была правильная, но ее используют и не так. так. И ты где хотел бы быть? А как Бог даст? Воздуху не хватает. И вот он подходит, а там окна вот такими угольниками, чтобы смотреть нельзя было. Но воздух проникает, а он здесь там прокисше. Так, ты куришь? Вот так он рукой махнул, тот схватил свой матрас, все. Так, ты наверху, наверное, куришь, куришь. Гора замахнул рукой, две шконки мне свободны одному. А у вас, отец, может с собой еще нет такое божественное есть? Я говорю, у меня новый завет и псалтырь. А можно посчитать? Я говорю, при условии, ну если выполнимое. Есть ли ее не курящие? Я для них думал. Кто не курит? Три человека нашлось. Так, когда у вас бывает ужин? Ну там с восьми, там с семи, а отбой в десять. Вот это мое время. Тщательно с мылом вымыть руки, которые не курят. Я им даю новый завет, они считают, а я вам разъясняю. Это первый день. И в это время уже начальник знает, открывает камеру и бывает так, охранники с двух этажей подходят слушай. Когда я говорю тем, которые в пятеро лет пять раз уже судили, он говорит, первый раз вижу. Менты стоят, убери, камера открыта. Это что такое? Власть. Ну я вложусь, встаю сюда ровно в четыре. Четыре ноль ноль, это никак нельзя сделать. Я вставал в 4.40, там сразу же в четыре. Как кто меня толкнет? И там во глазок смотрят и друг другу говорят, вот сейчас положил руку так, лег, не пошевелился. Сейчас ровно в четыре, а там никто не разговаривает, радио нету, свет горит, маленький туслый. ровно в четыре я встаю. А как это? Не знаю, я на такие вопросы не знаю, как отвечать. Я там пробыл, допустим, полгода, меня никто на горшке не видал. Пока спят, все свои дела сделал, я уже стою на молитве. А о чем молиться? Проставление Бога. Господи, как я рад, что ты меня послал сюда. И когда стали просыпаться и говорят, отец, вчера ночью молились, семь человек на колени сзади становились, можно мы тоже будем с вами молиться? Это уголовники. Я говорю, а ты за что? Да, отец, мать, он отчим. И начал, что-то я его как дал, зарезал. А мать плащет, я, чтобы она не плакала, ее зарезал, рядом положил. Он мать жалеет. Другое там что-то говорит. Такие страшные статьи. И он теперь подходит. Как бы я знал, как быть, когда нигде про это не пишут? А теперь я с ними беседую. Я говорю, курить, бросить надо будет. Курить? А как же в табаке мы будем жить? Не знаю, тогда я не могу принять. Они собирают табак с таким трудом добытый. Сразу его в туалет спускают. Завтра некоторые будут матрасы распарывать, вату закладывать, чтобы дым был. Хоть маленький. Но из 7 пятеро остались. А если обращаются, мы встали на колени днем и говорю о молитве и со слезами раскаяния я могу сказать, что да, власть сразу знают. Немедленно изолировать. Нас выгребают оттуда в подвал. А нам только все это и надо. Мы теперь отдельно, никто не мешает. Сверчки там эти. Ну, сверчок он поет хорошо, ему крошки сыпешь. Вот, как надо заходить. Мы только молимся. Давайте петь. Какое приветствие. А мало того, сразу заказ пошел на песни. Их песни-то все баптистские. Свои, которые там знали. Был у Христа младенца сад. Это такое, знаешь, поет тоже. И в нем гороз взрастил он в нем. В нем. Вот. И дальше, что из этого как было. и начальство на утро уже все знает. Начальник дает указание меня привезти. Вот, представь себе. Женщина, здесь в Барнауле я так соединяю разные моменты. Она невысокого роста такая, худенькая. Ее зовут Эльза Кох. Кто это такая? Верно, Майданеке была или Васленцами? Запрещенными. Зверь. У Гитлера. И она меня ведет. И говорит. Ну, я знаю вас, Татьяна, преступная. А у вас вы могли бы сказать, когда следующие праздники? А я когда знал, что меня арестуют, я шесть лет ходил с сумочкой в церковь, везде, никуда не отпускал. Там у меня сухари, нижнее белье, полотенце, все было с собой взято. Ну, дальше-то. Дальше я буду делать только то, что мне Господь открыл. Я и говорю. А я пошел перед тем, как арестовать, на 20 лет заучил все праздники. на память. И когда приехал, там бумага, я все это сделал, и некоторые все по карманам расстают. И я один сразу рассказал, я сразу достал. Она до того расположилась, вообразить нельзя. когда был исследователь, она надежда прислала чесночок маленький, лук, Она все отнимает, выбрасывает помойку. А тут выберите, что вам дают. Я вас буду водить, вас никто не тронет. Эльзи Кох, а это сестра родная. И это не один раз. Притом, от меня ничего не зависит. Начальнику это в Барнауле, я говорю, в Соломин Александр Семенович, полковник. Ему сразу доложили, у меня вызвать. Слушай, а у тебя статья-то не страшная. Я говорю, а какая? Ну, 190 премия. Я говорю, да. Да, всего там три года. Ты расскажи мне, вот в Библии написано, что будет у нас правитель Михаил Мещеный. Я говорю, нет такого. Михаил Архангел будет. А Мещеный это с родимым пятном было. Ну, что же дальше будет. И он проходит день опять меня вызывает. Заключенных он не вызывает. Потому что это самое трудное режимно-оперативный работник. У него такое сокращенно рор. Вот он заходит, а у нас бегунок, и какое число, знать-то, отарбал, бросил, чтобы не было этого. А я встаю на полу, так холодно молиться. Я сапоги снял, на голенища ставим. А почему один сапог? Значит, он тоскует о сапоге с женой, с детьми, людей разрушают, это не беда. А сапог один, как он не плачет подо мной? Ну, я показываю, где два сапога должно быть. И пошел, он не знает, зачем спится. А потом приходит время, и он услышал, я говорил, стихотворение пространял. Пойдет, так, говорится, ЦК КПСС, Христос воскрес, воистину воскрес. Партия исчезнет. Мы вас сгноем оттуда, я говорю, Библия об этом говорит. Библия? Ну, наверное, так и будет. Я никак не ожидал от него. Наверное, так и будет. Видишь как? Вот по одному начинает Господь подбирать. Когда привезли, там, мне бороду наснять, начальник отправился в бороду, обычно приговор есть, 10 дней ждут, сразу тебя обреют, и все. А этот, Александр Семенович, меня сохранил. И в дороге я ехал, свидетельствовал, и рядом женщины, в этом, не знаешь, как назвать его даже, ну, за решеткой, какое-то особое название такое, напросили молитву, а я говорю, я не могу делать, пока не разрешат, начальник подошел конвой, разрешаю, тут же бумагу, я тут же пишу. Я как будто никуда не ходил. Почему? А Бог? Когда Распутин Григорий Пимович собрался там в Петербург, а ему говорило, город для развращения, он говорит, знаю, а Бог? Вот и весь ответ. Урок заканчивается одним, я должен Бога любить всем умом, всем сердцем, всей душой, и не тропоретно мыслить. Вот представьте, меня допрашивают сколько раз, а потом допрашивают родителей и мать, и, который меня курировал, он подполковник Никулин, Юрий Михайлович, и он моей матери говорит, Мария Егоровна, вашего сына я верну. Я арестованно сижу, и вот в день, когда уже, а он здесь хлопочет за меня, сотрудник местного Алтайского КГБ, вещь вообще неслыханная, баптисты сразу, вы с ними сотрудничали, то есть вы вроде душу подали, КГБ, я вообще с ним больше не разговаривал. И вот он приходит, уже освобождение из прокуратуры, что меня освободить, приезжает при своих регалиях, красивая форма такая, там щит, меч, там награды его, и следователь, и бумагу принес. Я как чувствовал, я думаю, думают, они меня вытащить. Я сразу, заранее еще, когда вызвали, я написал, отказываюсь от освобождения, мне нужно выйти в суд, людям рассказать о Христе. И он взял, посмотрел, походил по комнате там, в тюрьме местной, вот так и взорвал, и бросил. Тут, мразь, одна вы не нужны. Да вы своего златоуста хоть мешками распространяйте, вас никто не тронет. Я вашей матери обещал, я должен довезти вас до дому. И на своей машине меня домой привезли. Вот что, пути человека угодны Господу, Соломон говорит, то Бог и врагов его примеряет с ним. Вот учись этому, быть верным Господу. А насколько верен, ты не закрывай рот, который говорит. Вот я каждый день выбрасываю в черный список, которые на меня нападают, я не знаю, примерно по 10 человек. Умножь на 365. Притом иногда больше, иногда чуть поменьше. Это нигде такого, где-то 20, а теперь на уже 32 тысячи, которые занесены. Разные ролики ставят, особенно стараются поизять. На полную катушку. Еще только не придумай, где был, не было. Совершенно ничего там не было, ему надо сказать, потому что он натворил такие дела, что на одной доске не будет жить. Поэтому сегодня день, когда можно что-то делать. нас ждет тюрьма. А как она может быть? А внезапно, внезапно найдут, причину найдут. Была бы, говорит, статья, а сиделец найдется. Сразу под эту статью подгонят где-то. Ну, я отвлекусь немного, но его спрашивают, ну вот столб стоит, ты можешь его заменить? Запросто. Почему? Почему отдельно? Проводами с Америкой связан. Видишь, выпил, да еще я прокинул стаканы вниз. Ну, это как, изоляционные это стоят где. Надо полностью доверяться Господу. Будет или не будет. Я эту неделю-то знал, что батюшка приедет. А он не приехал. У меня сразу мысль, он поехал, куда-нибудь, может быть, отвезать. Там это его храм был когда-то. А нет, а он подсчитал, в какое время он должен быть здесь. И он так сделал, чтобы теперь два, теперь у него через неделю так будет идти. А я не готовился к этой встрече. Я уже неделю все готовил проповеди. Добавлял, убавлял, резал. Умно или неумно поданно, я об этом не думал. Моя задача привязать не к себе, а к Слову Божию. Вот заметьте, как называется проповеди во свете Святой Библии. Это на корочке пять тамок и на корешке будет написано. С таким названием крик никогда книг не было. Для Слова Божия нет ус. Оказывается, у Ярла Пести была там хорошая книжечка, но намного меньше. Точно так же называлось. А вот такого нет. Или проповеди в стихах. Ну, во-первых, назвать можно, а что ты положишь туда. А тут 3398 стихотворений. И каждый из них 36 строчек. там я увидел, считаешь, как это Бог. Только Он. И поэтому мне нужна религиозная, скажу так, помощь, молитвенная. Вот сейчас мы начали, которые там переписывают с видео, их все надо проверять теперь. А у нас будет, слово не могу понять. Вот район такой-то Ребрехинский, Мамонтовский. Я посередке не могу. Астраханский нет. Я говорю, Шарчинский. Тут же звонят. Правда, сошлось буквами все. Я должен 12 или 13 помощников и контролировать. И что они напишут теперь все еще заново проверять к моим туда. Это сейчас, в настоящее время. Сегодня. А сегодня вы знаете, что у меня образно сказать 6 болезней я посчитал было сразу. И по милости Божьей, благодаря молитвам врачам меню. Я каждый день хожу. Вот у нас в Косте кресо делал маленько наклоном. Не в этом даже делал. Дело в том, что 6 метров. А считается не метр, а поднятие ноги, шаги. 9 метров я туда, 9 обратно. 1. Я должен в день пройти 350 раз. Я обычно здесь уже мерили, сколько метров до моста и обратно. 3 километра. А здесь посмотрел чуть даже побольше. Я каждый день утром я прохожу 200. Туда-сюда прошел раз. Опять туда-сюда с конца до конца 200. В апрете 50 прохожу раз щелноком. и перед сном 100 раз. Притом мне все это на помощь. Вот первый я еду едва-едва. Как только где-то 30 раз туда-сюда сходил, чувствую легче. А уже 40 я делаю даже нечистую в коленях боли. Ну почему? Гимнастика. Диета. А диета это главное это овощи. Соли чтобы не было. Ну по милости Божьей. Вот диетолог у меня сидит. Все проверяет, смотрит. Все яблоки да разная капуста. Володя всякую работу берет. вот так. Что я на это сказал нового? Ничего. Теперь подумать надо проверить на крыше что. И сейчас тихо будет время. Сергей придешь? Пока еще ветер. Брат Михаил. Даже спрашивать не надо. Придет. Завтра ветер. Наверх не полезешь? У нас есть кому лазить. А если никому не будет я полезу. Надо прибить дорогой даже жестью покрытая ехали там видели в городе. Ну вот такое дело. Я сказал вчера было прощание. Я уже много раз прощаюсь. И все еще остаюсь. Слава Богу. Как Богу угодно. Вчера стихотворение биографичное. Сегодня пишут мы считали и плакали. ямки раскулаченные были. Отец как мне говорит. Тут стихотворение оно есть. Я просчитал и правда. Трогает. Но она настолько ближе. Смотрите как вас Бог вел и привел куда. Ничего не отрицай. У нас такая литература. Успевайте приобретайте храните и другие можете. Скажи что у него здесь? Вот это вот. Куда они ледяная фигура. Ну что такое? Покажи всем. Вот это отец мать может быть сын заглядывает. Ледяная фигура. Ледяная фигура. Ну брат ты мой. Ледяная фигура. Ледяная фигура. Я считаю что это колесо натуральное большое колесо от КамАЗа. Нет ножки там было бы ледяная вовнутрь. Нет сделано может быть под колесо но из-за льда. Посмотри колесо из-за льда. Так я спрошу сейчас кто такой так все минуту это это для будущего годится вы слышали что заключенных стали набирать отправлять на фронт давно я знаю и организация называется Варнер уже ее нету Варнер? Нету уже ликвидировали ее ликвидировали подожди до ликвидации а кто руководил ими? Пригожин Приуткин Пригожин где он? А кто знает? А что случилось? Никто не знает вы эти как ну все уже все распознали теперь уже не надо говорить его нету нету там жена я слышу одинок кто такой Даренко Сергей? Коррес журналист кто? Журналист Журналист Древний А вы видели какой он ростук? Высокий очень популярный показывает его где редакция все он выступал именно где-то и самое последнее выступление было какое он поднял голос против президента страны не надо поднимать я мог только сказать его нет и в этот же день он погибает мотоцикл в котором каждый день а вдруг мотоцикл меняет все теряет все и летит через дорогу и парапет бьется и мертвый лежит видите-ка это цифры дураку меня эти 50 лет это Володя сказал так он прав я не прав был я думал что колесо это теперь слово Вагнер я расшифровал как а что он означает ну это композитор немецкий смотри по буквам ворам амнистия грабителем грабителем крышки вот это слово какое-то здесь записал я не могу сказать грабителем ну-ка просчитай вот это два слова можешь просчитать вот здесь вот это я как расшифровываю Вагнер Вэл ворам амнистия ворам амнистия ну-ка что ты писал написал грабителем грабителем неисправимым если разбойничают вот и все неисправимым грабителем неисправимым если разбойничают вот это Вагнер и внезапно уходит вы слышали этот артист сборник я говорил как он последний он кинулся на верхний завет я вслух сказал его больше не будет и господь мгновенно покрывает все проказы и уходит как будто никогда не было поэтому бог по ругаем не бывает что сел и к сей то и жнет я вот перечислял когда которые люди поднимались против президента все до того исчезли исчезли неописуемо вы что-то имеете ввиду ничего не имею ввиду я просто смотрю и говорю говорю и ничего не говоря далее а как это может быть не знаю я советую только одно не говорить против может никакой связи нету но так вот который там генералы два поднимались а сразу внезапно исчезли немцов начал боевать мгновенно кто-то выскакивает недалеко откривляют прям тут же его застрелили показывает это не один не два у язычников тут один был там лебедь какой-то и все такое точно так же как только перешел на него Петров Константин генерал-майор ты же язычник как только начал против говорить буквально чуть-чуть не к вечеру уже его не было а что которые друзья его и говорят космическая энергия поразила его может быть и так поэтому у нас договор такой вот что не касается этой темы мы должны только молиться израиль разошелся на иудейской это и мы тоже всегда расходимся а почему на первом месте не стоит Христос и которые люди у нас приезжали оттуда я никогда не думал об этом что человеческий вот когда говорят отечество там он работает национально это сатанизм самый настоящий он не может говорить по-русски знает отлично он только свой там пытается дать язык я такие материалы даю божественные ничего как будто человек не видит и при том ни один ни два которые у нас были оттуда все одинаково ведут себя господи у малышка был поднялся только что причащался две недели прошел на батюшку не настоящий священник земля вам не принадлежит президент ваш не настоящий то есть совершенно поехал буря какая-то снесла а Навальный терпит а? Навальный терпит да тоже поднимался где он? ну пока живой но сидит там а там ему накрутили еще добавили уже 9 лет Яшин был такой Илья Яда вызываю на дуэль Кадырова то другое начало президента и вдруг посадили совсем немного сейчас опять добавили чуть ли 6 лет вот и все а как вы считаете я не считаю я каждый день их поминаю потому что они обманщики чтобы Бог открыл им ту бездну куда они завлекали людей митингами протестами ничего не обещая взамен кроме вечной погибели вот и все то есть нас окружают такие бури как сегодня у нас где-то и надо в этом устоять совершенно спокойно быть Богу слава на веки аминь еще надо Инать Сихович поблагодарить Господа что у нас храм стоит свет горит вот сейчас в новостях посмотрела очень много где в Барнауле света нет храм храм у баптистов сгорело на южном сгорело на южном пришли а молиться негде заболел это джастер у Валтер как приступ сердечный американцы мы тоже о нем молимся чтобы Господь обратил у меня были аминь подарили джастер сатайус достойно есть якова истину блажить тетя Богородицу преснов блаженную и пренепородшую и Матерь Бога нашего честнейшую хирургин и славнейшую без сомнения серахин без зимния Бога слова родшую сущую Богородицу тебя величай Господи защити Родину нашу от нашествий наплеменников от внутренних расприй от беззакония которое втанью останови делающих зло просвети правителей страны нашей чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих так же просвети и защити людей не познавших тебя обрати к истине чтобы божественную любовь тебя коснулась каждого сердца священники которые не служат тебе как должно пусть покавиться в неближении своем и проповедовать смело и на славном обоисусе Христе Господи правит до суды твоей над Россией за то что оставили тебя и слово твое изреченное святой Библии прости прости нас Господи владыка жизни что сокрыли имя твое Бога и Его Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия а во отче Господи научи нас семикратно в день прославлять тебя за твой правды твоей тебе хвала слава чести поклонения Пресвятая Троица Отец Сын и Святой Дух Аминь Милующий Господи прими нашу молитву воздьяния рук как жертву вечернюю благоухание приятное перед престолом благодати твоей Боже соедини наши молитвы с молитвами всех святых молясь их я тебе на небе и на земле Ты сотворил этот мир и сохраняешь его как зиждитель Ты Господь знающий все прежде бытия услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам любящий наш Отец Небесный ради голговских страданий и пролитой крови Сына твоего единородного Иисуса Христа за нас грешных прими исполни нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них спаси их и помилуй и мы взываем о незаповедавших положи им на сердце твердо веровать то, что примирение с Отцом Небесным возможно только при этой жизни на этой земле что за гробом нет покаяния приемлемого Богом Тебе Боже слава Тебе хвала Тебе честь и поклонение слава и благодарение Отец Сын и Святой Дух Аминь Говори Господи Молодыка слушают и дослышат рабы Твои голос Твой Аминь Аминь Я хотел маленькое слово сказать об этом вот некоторые Христос говорил я не называю вас рабами а называю кем? с друзьями с друзьями так мы рабы или не рабы? и тогда язычники нападают а мы рабами никогда не были я говорю даже до рабов не дошли а как? а ты считай апостол пишет Павел апостол раб Иисуса Христа считает Петр пишет раб Иисуса Христа евангелист любимый ученик Христа пишет раб Иисуса Христа все пишут иуда все значит раб это наивысшее звание которое Бог дает не просто раб а признание господства Его а рабство запрещается в том что мы пришли в Его виноградник а слово раб встречается у нас то а я рабочий раб отчий то есть а кто отец? отец сатана или Бог? все на этом аминь с Богом с Богом с Богом с Богом с Богом с Богом с Богом